Продолжение следует... 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 У меня такая значимая точка, это Крым, Симферополь, Севастополь, вот в этих городах. Понятно, дождь, пока скорости пройдешь. Я думал, по себе, если про дороги думал, поговорить, то есть. Да, людям очень не хватает общения, обыкновенной, простой человеческой теплоты и доброты. Но я не знаю по семерке и по пятерке, потому что я предпочитаю, ну, я по этим дорогам проехал на восток, а сейчас выбираю какую-то дорогу, чтобы не повторяться, не ехать назад уже по пройденному пути. Так, по крайней мере, подписчики просили. Ну, у меня этот Яндекс-Навигатор, я провожу там за белую конечную точку, но сейчас пока с деталями на что-то не знаком. Вообще, информация обмениваться очень полезна, в том плане, что вот какой телефон, какого оператора подключать на телефон, у какого оператора лучшая связь. Я вот протестировал четырех операторов. МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Самое лучшее покрытие это у Мегафона. Там тоже до хрена, как говорится, пустых мест, конь не валялся. Теле2, вот на участке от развязки Самуром до Магадана, вообще связи нет, вообще. Вот так, Мегафон кое-где пробивается, а так вот, видишь, как голый, в пустыне. Не связи ничего, не дай Бог, что случится, и надо брать со мной спутниковую связь. И еще обратил внимание на такой момент. Вот все, кто движется по этим двум дорогам, по Лене и Колыме, у всех два, три, четыре колеса на крыше. Это раз. Второе, значит, рекомендации, советы тех, кто живет в Кустнерии, у других там, в Гравалдане, ехать или на Японке, или на нашем отечественном, ну, там, УАЗике, там, УАЗ Патриот. Вот на них запчасти, резину на участке еще можно будет как-то приобрести, купить. А вот все европейские машины, такие городские, это, они даже не знают, не слышали. Да, я думал в Саратов заехать и по городу, потому что у меня, ну как, фанаты появились, блин. И вот они, видео-то длинные, без купюр, все такое, рассматривают каждую деталь. И вот он слезно просил проехать по Саратову, по его родному городу, хочет посмотреть. Вот так надо уходить на Саратов, не вошли, а не вошли, а не вошли, а не вошли, а не вошли. Ну, там совсем разбитая дорога? Да, просто, это житель. Ну, спасибо, друг, спасибо. Ну, дружил. Я, как в этом, в страшном сне, вспоминаю вот эту Р-504 и 650, эээ, 360. Натуральный кошмар, кошмарный сон. Уже возвращался из Магадана в сторону Якутска ехал. И дорога, ну, это нужно видео смотреть, стоят две фуры и один УАЗик. Останавливают меня, спрашивают, проехать можно до Магадана? Я говорю, ну, я-то на маленькой проехал, на большой проедешь, он мат-перемат, говорит, там у него бывало три колеса, все пробил, пробил топливный бак. Думают возвращаться назад. Ну, я сказал, там работают бригады этих, там, я не знаю, что-то они строят. Я говорю, там есть и сварщики, и стихаря, они и помогут. Ну, надеюсь, ребята все-таки не вернулись, а поехали до конца. Заправки 200-300 километров, вот одна заправка. И не факт, что или 92-й есть, 95-го нет, вообще там об таком не слышали. Вот, или же диск топлива. Ну, не нахуле, там будет вольготно, раз 92-й есть, значит, все хорошо. По всем параметрам подходит и японец, и большой, и мощный. Ну, вот на японцах, на уазиках, там летают со скоростью и 80 километров. Ну, летят каменные брызги, конечно, когда я видел, что идет навстречу или догоняет, я устанавливался, пропускал их. Беда, это пыль, это жуткая пыль. Из-за пыли я не был свидетелем, а приехал уже спустя, когда произошло ДТП, вот эти фуры перевернутые, кабина в снятку. Вот двое живы, однозначно мне сказали, что ребята живы. Про остальных сказать не могу, а их было очень много. Та информация, которая в Яндекс.Навигаторе или вот в Map.me, есть такая навигационная система без интернета, вот, она очень сильно отличается от реальной картинки. Указано, что там шиномонтаж, шиномонтажа в помине никогда не было. Там заправка, об этом даже не слышали они. То есть, нужно брать информацию, или же в интернете связываться с ребятами, кто живет там в Стере или, ну, в этих городах. Ну, никак не верить навигаторам. В таких правительствах везде, да, везде одинаково. Цены в два-три раза выше сигареты. Ну, если удастся, повезет, можно сигареты купить. Вот, а так, цены... И главное, что интересно, мне захотелось, ну, не то чтобы экзотики, а местной рыбки. Там вот много рек хороших. Вот. Мне показывают, вот, выбирайте. Я подхожу в прилавку, а там, это, вакуумной упаковке, это импортная рыба. И в этой импортной рыбу я у нас веномил все высшие крыши. А, что ты хочешь? Смотри, Печор, Лугой, вот в этом году, тут до 140 километров берега отравил, нефтью залил. Только в этом году. А до этого и дети ставили, и что-то там не творили. Все, естественно, уходится. Вот я сам на Печоре, я вырос на икре на этой, но у меня отец когда работал, в Ухте уже троил. Вот. У нас эта икра трехлитровая плана в Фрущевском холодильнике стояла. Закотел, лошадь, зацепил, поел. А сейчас в Петрубе дайки на пыль. Да. Да, это так. Это так. Да, и вот мне тоже предлагали взять эту вакуумную упаковку, хрен его знает, из Норвегии, или из Японии, или из Китая она. Я говорю, такого добра и в Центральной России выше крыши. Хотелось вот именно ну как вот северной рыбке попробовать покушать байкальского омуля. Где-то нифига. Где-то нифига. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Объездная уфи Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...